Намаскарам, Шадгуру! Вы выступали во многих престижных и признанных институтах, организациях и на конференциях по всему миру. Но всё же существует определённый сегмент жёлтой прессы, который постоянно вами недоволен и выбрасывает самый необоснованный и неуместный бред, направленный против вас. Почему вы привлекаете такую критику, которую не привлекает ни один другой духовный лидер в стране? Посмотрите, какой я. Вот почему. Сейчас начинается сезон манго, и манговые деревья усыпаны фруктами. Это сезон манго. Только то дерево, на котором полно фруктов, привлекает к себе наибольшее количество насекомых, червей, камней в свою сторону и всего прочего. Если вы дерево с колючками, у которого нет плодов, кто бросит у вас камень? Никто, никто не захочет тратить на вас камни. Но если вы усыпаны фруктами, тогда на вас будут нападать постоянно. Так что это индикатор. Барометр или термометр. Знак того, что у вас есть фрукты. И поэтому происходит подобное. Я использовал слово «термометр» намеренно. Сейчас это самая ценная вещь на свете. Повсюду люди ищут термометры. Нигде не хватает термометров. Так что подобные люди не отстают от нас последние 27 лет. Все они местные. Ни откуда-то там. Они все отсюда. Я хочу рассказать вам кое-что. Возможно, многие из вас этого не знают. Какова природа всех этих нападок, которые продолжают происходить? Мы приехали сюда в 95-94 году. Примерно 65-70 человек. Очень, как бы сказать, очень пламенная и решительно настроенная группа людей. Тут не было ничего. Только одна хижина вон там. Только одна продолговатая хижина, в которой мы жили. Туалет был обустроен только для женщин. Мужчины ходили в лес. И в то время были люди, которые сидели там в горах и наблюдали за нами в бинокли. У меня есть такая проблема, что если я посмотрю вот так, я вижу абсолютно все вокруг меня. Я ничего не упускаю. Это тоже приносит немало проблем. Потому что если вы слепы, люди будут испытывать к вам сострадание. А если вы увидите все, они завидуют. Итак, я увидел отблеск, отражение света от бинокля. Я спросил, кто это там сидит с биноклем в горах? Очевидно, что они направлены в нашу сторону. Так что я послал туда волонтеров. Кто это такие? Мы нашли там несколько припаркованных джипов. Мы пытались поговорить с ними. Они этого не захотели. Не захотели признаваться, кто они такие. Уехали в город и начали распространять там всякие слухи про нас. Они говорили, мы увидели свои бинокли. Они там все сумасшедшие. Они там наркотики употребляют. Наверняка они делают и то, и это. Проблема была в том, что когда мы пришли, мы положили конец тому, что люди свободно занимались браконьерством в лесу. И это стало большой проблемой. Так что эта целеустремленная группа людей, у которой было свое хобби и маленький бизнес, основанный на использовании лесных ресурсов, стала вести себя с нами очень грязно. Они наняли СМИ. Не главные СМИ. Есть еще один вид СМИ. Они не работают ради рекламы или дохода, который они получают, продавая свои журналы. Потому что такие издания никто бы не взял, даже если раздавать их бесплатно. Люди их не читают. Вы даже не можете их использовать, чтобы завернуть в них еду, потому что в них полно дерьма. И, конечно, вы не можете использовать такую газету, как туалетную бумагу, потому что она уже грязная. Так что подобное продолжается. Есть железнодорожный путь от Саклишпуры до Мангалора. 36-километровый отрезок. Колея шириной в метр. Думаю, теперь они перешли на широкую колею. На протяжении этих 36-ти километров находятся более 100 тоннелей и 300 мостов. Несколько раз я ходил в трек по этому пути. Я поговорил с нашими людьми здесь и сказал, как-нибудь нам нужно сходить туда в поход. В те дни еще не было храма, поэтому мы могли просто закрыть ашрам. Что значит закрыть ашрам? Здесь и ворот-то не было. Одна хижина. Так что мы просто завязывали веревку на входе. Другие здания еще только строились. Треугольный блок был на стадии строительства. Поэтому мы решили, что пойдем в поход на 12-13 дней. Так что все мы оставили ашрам и ушли. Сейчас трудно себе представить нечто подобное. Мы могли просто закрыть ашрам и уйти куда-нибудь. Итак, мы пошли в поход. Мы должны были вернуться обратно через 12-13 дней. Примерно на 9-10 день люди начали звонить нам, потому что все СМИ говорили о нас. Почему? Потому что мы кого-то убили, закопали и сбежали. Кого мы убили, этого мы не знали. Когда мы вернулись, уже было много шумихи. Они убили и закопали кого-то в лесу, а потом все пропали. И, конечно, все это напечатали эти газетенки. И когда мы вернулись, в тот самый день, или буквально накануне вечером, департамент лесного хозяйства отправился на поиски запаха, который исходил из леса. Они раскопали то место и обнаружили, что кто-то убил питона, огромного питона, снял с него кожу и закопал остальное в лесу. И все это источало этот запах. А эти люди выдумали историю о том, что мы кого-то убили и ушли. Вот с чего все это началось. Это продолжается до сих пор с похожими историями. Мы прошли долгий путь, но они, к сожалению, находятся на том же месте. Я бы хотел, чтобы они тоже двигались дальше, но они слишком глубоко увязли в дерьме. Вы не поверите. Когда были инициированы первые брамачарии, я сказал всем брамачариям-мужчинам, что они должны отправиться помогать в дом престарелых на 15 дней. А все брамачари, не женщины, должны были помогать в детском доме. Мы нашли один детдом в Каимбатуре, которым руководила одна пожилая женщина. Я оставался в этом доме, когда был в Каимбатуре. Очень простое место. Они поехали туда и остались там. Еда была очень плохой. Три брамачарини, я думаю, три или четыре или пять из них. Еда была очень плохой, и все они почувствовали себя плохо. У них были сильные приступы рвоты и диареи. Так что троим из них пришлось пойти в местную больницу. Сразу же эти СМИ начали писать. Все эти женщины из Йогиша, брамачарини, пошли в больницу, чтобы сделать аборт. Вот какие это люди, что поделаешь. Они живут в грязи, и они продают грязь. И поскольку это не особенно-то и продается, они поняли, если раз в три месяца поместить мою фотографию на обложку, их газетный хлам хотя бы немного разойдется. Так они зарабатывают себя на жизнь. Что за ужасный способ зарабатывать на жизнь? Я бы хотел, чтобы они нашли лучший способ. Так что это не имеет значения, потому что я сознательно сделал себя таким, что вы можете либо любить меня, либо ненавидеть. Вы не можете быть где-то посередине, потому что я не люблю тех, кто идет на полумеры. К сожалению, эти люди даже не ненавидят тебя. Они просто пытаются на тебе заработать. Паразитическое существование. Я думал, что хотя бы в это время, когда бушует вирус, они осознают что-то. Но нет. Теперь они дискутируют и о вирусе. И о том, что этот вирус произошел из центра йогиша. Некоторые из вас были расстроены, когда я назвал вирус уханьским. Но сейчас наши СМИ сообщают о том, что вирус появился из центра йогиша. Не главные СМИ. Самые уважаемые источники этого не сообщают. Но эти слухи распространяет так называемая «желтая пресса». Четырех-пятистраничные статьи, и я на обложке. Не знаю, почему такого рода журналистика называется «желтой». Может, потому что она дерьмовая. Так что я снова появился на обложке этих журналов. Играет музыка, а также играет музыка. Также и делается Субтитры создавал DimaTorzok